С первого стиха. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Бог никого не отрекается, чтобы вы слышали. Если Бог сказал, Он не отрекается. Если Он сказал, ты мой, Он не отрекается от тебя. Мы можем уйти, мы можем заняться своими делами, но Бог не отрекся от нас. Ты мой. Ибо я, Павел говорит, израильтянин, осенью меня Авраамом, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании о Бюлии, как он жалуется Богу на Израиль, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему? Божеский ответ. Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Скажи, Бог, Он не изменен. Он не изменяет. Если ты заключил с Ним завет, и Он сказал, ты мой, Я искупил тебя, Он будет вести тебя. Он будет посылать к тебе своих пророков, своих служителей. Он будет вести тебя, влечь тебя, увлекать тебя. Но если ты будешь отвергать Его, всячески противиться к Нему, ты можешь много пострадать. Вы знаете, как страдает народ? Из-за своей глупости люди страдают все из-за своей глупости. Вы знаете, как рождаются в нас всякие болезни. Из-за того, что мы неправильно кушаем, неправильно ведем свой образ жизни, то есть не занимаемся спортом. Мы думаем, что спорт не главное, не важно. И мы не замечаем, что у нас в организме что-то происходит не так. Некоторые занимаются еще вредительством себя. Они пьют, там колятся, еще чем-то занимаются, и они убивают себя. Внешне они, может быть, еще красивые. Еще вроде ничего не изменилось. Глаза те же, разговор тот же. Ну, у некоторых даже и разговор меняется. Вы видели, когда-нибудь уже начинает меняться и разговор. И речь их меняется. Потому что внутренность исполнена всего плохого. Люди меняются. К чему я веду? Бог, Он не изменен. И некоторые проходят через страдания по своей глупости. Почему мы страдаем? И алкоголик спрашивает меня, один алкоголик, знакомый мой. Знаете, почему знакомый? Он приходит ко мне пожаловаться на свою жизнь. Почему у меня так все плохо? Он приходит все время ко мне в кабинет. Ну, вы знаете, он в моем районе обслуживается. Чего все так плохо? Я говорю, ты алкоголик. Ты думаешь, что-то у тебя должно быть хорошее? Бог не изменен. Тебе надо понять, что Он не изменил Своего Слова. Если ты хочешь, чтобы Бог пришел в твою жизнь и начал трудиться, тебе надо со своей стороны что-то сделать. Что сделать? Покаяться. Принять Его Слово. Принять Его Откровение. Ходить по Его заповедям. И первое то, что ты начинаешь делать, ходить в церковь и перестать говорить глупости. Перестать разрушать жертвенник Божий. Потому что здесь написано, жертвенники твои разрушили. Знаете, где жертвенник Божий? Там, где поклоняются Богу, служат Ему, прославляют Его. Перестаньте разрушать церкви своими словами. Знаете, как мы разрушаем? Мы не разрушаем церковь. Мы перестаем туда ходить, плохо говоря о ней. Негативно думая о ней. Когда я начинаю так поступать, послушать. О, Бог, Он не такой, Он не хочет, чтобы я спасся. Да Бог, Он не изменен. Бог, Он любит тебя. Бог по-прежнему тебя, тобой дорожит. По-прежнему о тебе беспокоится. По-прежнему о тебе заботится. Вы знаете, Он не отверг Израиля. Израиль отошел от Него. Он разрушает жертвенники. Иисуса пригвоздили ко Христу. Они убили Его. Но им надо этот жертвенник обратно принять. Другими словами, им войти надо в то, что Иисус принес на эту землю. И они другим способом не спасутся. Вы думаете, обычаями израильскими спасется Израиль? Нет. Бог не изменен. Он не изменит свое слово. Послал Сына Своего и спас нас. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Спасение не от того, что я думаю и как я считаю, а от Бога спасающего. Бог спасает меня. И я вам хочу сказать, каждого из нас спасает Бог. Если вы имеете правильные мысли, правильное мышление, то вы будете искать Бога, который не изменен. У вас должна быть та вещь, которая не изменяется никогда. То, что не изменяется. Вы знаете, есть свойственно какие-то иметь переменные. Люди хотят иметь то, что не изменяется. А Боге сказано, что Он есть наша крепость, скала. То, что неизменно. То, что устоит при любых бедах. Библия говорит, имя Господа крепкая башня. Вбежит в нее праведник и безопасен. Я хочу войти в эту безопасность. Я хочу находиться в этой безопасности. Но безопасность находится в Его имени. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты понял. Когда мы разрушаем эту безопасность сами, когда мы выходим из нее, Бога разрушить невозможно. Знаете, где Бог? Я создам собрание и врата ада. Слушай внимательно. Какие бы врата ада не восставали. А вы знаете, как они восстают? А правду ли сказал Бог? С тобой ли одним разговаривает? Или тебе одном? Слушай внимательно. Я не знаю. Но Он не изменен к своей церкви. Он не изменен к спасению церкви. И Он говорит, я приду за кем? За своим собранием. Я не приду за теми, которые думают, что они в собрании. Бог не изменяется. Слушай внимательно. Я верю в Бога. Все. У меня все хорошо. Аллилуйя. Внутренне у меня все хорошо. Но послушайте внимательно. Ты не знаешь, что тебя уже подточила эта болезнь. Лжи и обмана. Ложь дьявола. Она разрушает тот жертвенник, который ты должен иметь в своей жизни. Где твой жертвенник? У меня здесь. Я здесь. У меня здесь жертвенник. Богу всемогущему. Я знаю, что мы уже не приносим жертв. Но мы здесь приносим славу. Мы приносим хвалу. Мы ходим и приходим встретиться с Иисусом Христом. Здесь есть жертвенник. И вы знаете, к жертвеннику не ходят каждый день. Перед Богом ходят каждый день. Но есть жертвенник, который я не должен разрушать. Своими устами, своими мыслями, разговорами с другими людьми. Бог не изменит. Скажи, Бог желает спасти всех. Но не все спасутся. Это можно не повторять. Я тоже не хочу так. Я хочу, чтобы все спаслись. И моя мысль о спасении всего Борисполя. Мое желание о спасении всего города. И из-за этого мы строим правильный жертвенник. Бог, Он не изменен. Если Он сказал Слово Свое, я верю, что Слово Его – это то место, к которому я прибегаю. Интересно дальше. Смотрите. Так и в нынешние времена, 5 стих, по избранию благодати сохраняется остаток. Что такое остаток? Это те, которые остались в Нем, в Его Слове. Посмотри на своего соседа. Ты в остатке? Ты один? Ты сохранен? Бог не изменен? Скажи, Бог не изменен? Есть переменных, куча переменных, куча вещей, которые мешают тебе, но ты пришел сегодня на служение. Ты не разрушаешь жертвенники. Ты созидаешь свой жертвенник. Ты знаешь, почему ты должен служить Богу. Вау! Мне нравится это, что Бог мой не изменен. И вы знаете, когда Он собирает учеников, во второй главе «Деяния апостолов», вы помните это, Он говорит, есть куча переменных, которые мешали бы вам прийти, но 120 человек были исполнены Духа Святого, и церковь свершилась. Собрание пришло в движение. Приходит время, послушай, когда остаток начинает действовать. Остаток приводится в действие. Вы знаете, не без Духа Святого. Мы не можем сами. Мы не можем сами двигаться. Когда Бог нами двигает, мы двигаемся. Когда Бог делает что-то в нас, мы делаем. Послушайте, мы не можем изменять то, что Бог говорит. Если Бог сказал, оно неизменно. Скажи, спасешься ты и весь дом. Никаких переменных здесь не может быть. Слышишь меня? Никаких переменных не может быть. Если ты включаешь в Слово Божье какую-то переменную, то ты говоришь, Бог, Он меняется. Не изменился Бог. Не изменился Бог. Я должен остаться Ему верен. Верен Ему Слову. Верен Его обетованиям. И вы знаете, мне нравится Илья. Мы только что прочитали об Илье. Он боролся с пророками Ваала. Но проблема не в пророках Ваала была, а в людях, которые ввели народ в заблуждение. А в духе, который стоял против Ильи. И вы знаете, Илья тоже боялся в некоторых случаях. И он испугался. Но он в какой-то момент пришел в себя. Знаете где? Кто из вас знает? Это была прекрасная гора. Нет. Хариф. Прекрасная гора, где разговаривал он с Богом. Накормили, а он принес их в жертву. Пророка. Но он разговаривал с Богом. И он говорит, я не изменился. Бог ему говорит, нету изменений. Семь тысяч человек. Семь тысяч человек. Сохранены мной. Которые не преклонили колени перед Ваалом. Ты не один. Он думает, что он остался один. Часто мы думаем, что мы остаемся одни, когда приходит в нас страх, что мы не можем преодолеть его. Мы не можем преодолеть. Но Бог говорит, слушай, у меня переменные не работают. Я вечный Бог. Я всемогущий Бог. Я настолько велик. И если я что-то сказал, тебе придется пережить что-то. Тебе придется пройти какие-то трудности. Тебе придется... Но ты будешь спасен. Если он сказал, что ты спасен, слушай внимательно, не упирайся. Потому что твое упорство, оно граничит чем? Некоторые люди сегодня переживают трудности, проблемы. Я смотрю на них. Господи, Боже мой! Какая глупость. О, извините. Если вы переживаете сейчас. Я сам такое думаю. Когда ты посмотришь на Него, у Него есть ответ, у Него есть благословение на ту проблему, в которую... И вы знаете, Он говорит, у меня уже запланирован выход из твоей ситуации. У меня есть выход из твоей жизни, из твоей проблемы. У меня уже есть выход. Я продумал все до конца. Семь тысяч соблю. Ты в страхе, в сомнении, в неверии. Слушай внимательно. Они победили Его кровью Агнца и словом, и не возлюбили своей души. У меня нет переменных. Слушай, Он говорит, я тебя, если ты даже умрешь, воскрешу из мертвых. У меня нет переменных. Потому что ты жить будешь вместе со мной. Если Иисус сказал, я жив, и вы живы будете, у Него нет переменных. Мы боимся некоторых болезней. И не восстают на нас. Слушай внимательно. Я некоторым людям, которые в страхе находятся, говорю, слушай, Бог, Он не изменяется. Он вытащит тебя оттуда. А если и не вытащит, воскресит. У Него нету. Оно не работает. На этот мир работает, на тебя нет. Вот почему для нас, евреи, остаются загадкой. Почему они делают все, но благословены. Потому что Бог их благословил. Да? Скажи, аминь. У Него нету переменных. Кого Бог благословил, того человек не может проклясть. О, вы можете сами выйти из того благословения, но проклятие уже не работает. Оно не работает. Смотрите внимательно. Как некоторые избавляют от проклятий. Знаете, есть такие священники, служители, которые... Проклятие во имя Иисуса. Не, оно есть, бывает, когда мы не пришли к Иисусу Христу. Но если ты спасен, если ты уже знаешь Иисуса, какое проклятие. Слушай внимательно. Какое проклятие. У Него нету переменных. Проклятие – это та переменная, которую хочет дьявол тебе внушить и говорит, это проклятие пришло. Слушай, я благословен. Аминь. Что же Израиль, что искал, того не получил. Седьмой стих. Избрание же получили, а прочие ожесточились. Как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят. Смотрите, кто сделал это. Я хочу, чтобы ты услышал меня. Бог дал им дух усыпления. Это производит все Бог. По Божьему плану идет твоя жизнь. Глаза, которые не видят. Уши, которые мы не слышим, даже до сегодня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлей, и возмездие им. Да помрачатся их глаза, чтобы не видят. И хребет да будет согнут навсегда. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Как у вас написано? Нет. Это Бог их ведет таким путем. Смотрите внимательно. Я пример привожу Израиля, но есть люди, которые идут таким путем. И вы начинаете судить. Все, человек упал, конец им. Просто Бог его ведет таким путем, чтобы он покаялся, чтобы он принял Иисуса Христа. Он закрыл ему глаза, чтобы для определенной цели у Бога на каждого из нас есть цель. Вы думаете, он не видел, когда вы были во грехе? Вы думаете, он не видел, когда вы были в проблеме, когда вы были больны? Вы думаете, что он не знал об этом? Он все это знал, он все это слышал. И глаза ваши были закрыты, и веры внутри вас не было, но в один прекрасный момент Бог спас вас, Бог исцелил вас, Бог благословил вас, Бог дал вам силу, Бог... И я вам хочу сказать, это Бог, который ведет вас и направляется к своему спасению. Смотрите, никак, никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Смотрите внимательно, они для нас пример, чтобы мы больше так не падали, чтобы мы не отрекались от своего Господа, чтобы мы свои жертвенники не разрушали, чтобы мы служили Ему так же, как не они. Вы знаете, некоторые приводят пример, Давид был грешник, там тот-то был грешник, этот был грешник, тот-то был... Нет, слушайте, я не такие примеры хочу вам приводить. Они упали, они сейчас не видят, но мы должны идти правильно, свято перед ним, в свободе. и вы знаете, интересно, когда он говорит, я хочу, чтобы ты правильно извлекал уроки, правильные уроки извлекал из той жизни, которую ты читаешь, из того слова, которое я тебе даю, потому что та жизнь, которая прожита ими, там не было переменных, они были той переменной, которая не хотела, которая упиралась, которая не желала послужить Богу, но ты не должен так. и что он говорит, взыщите Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, взыщите Господа. Если ты взыщешь Его от всего сердца, ты будешь жив, потому что там нету перемен, там покой, мир, радость и праведность. Вы знаете, где Господь обитает? Не в наших переменных. Я говорю о том, что наш разум играет с нами злую шутку. Мы начинаем думать, начинаем видеть в людях недостатки, мы начинаем смотреть на то, что, но у Него нету переменных. Он говорит, я спас тебя, не для этого. Я хочу, чтобы ты шел прямо, чтобы твои откровения были. Постоянно. О, для чего это Бог делает? Вы задаетесь вопросом, почему Он хочет, чтобы мы стали похожи на Него? И вы знаете, со временем, что бы ни происходило, ты уже как Илья, который ничего не боится. О, вы знаете, что Илья был забран вихрен на небо? Елисей был герой потом после Него, второй. Но Илья был круче. Никто живьем, видимо, не был забран на небо, кроме Иисуса Христа, да? Ну, когда Он поднялся. Только Илья. И это было чудно. Господь наш и Бог наш, где твои переменные? Нету. То, что сказал, исполнен. Он взял, поднял, милость, Елисей, поднял милость, Ильи, который поднялся вверх. И вы знаете, Он ударил этой милостью по Иордану. Вы знаете, нам надо некоторым ударить этой милостью по нашему Иордану, который вот здесь вот. 90 процентов, 99 процентов нашего мозга состоит из воды. все водой и от воды. И вы знаете, нам надо ударить этой милостью и сказать, слушай, у Бога нет переменных, чтобы оно раступилось, потому что Бог Он вечен. Весь Израиль спасется. Расслабься. Он просто, Бог ведет его таким образом, чтобы они все покаялись, чтобы они все приняли Иисуса Христа. Почему сказано, что всякий язык будет исповедовать Иисуса Господом? Я не говорю, что всякий может исповедовать, но израильтяне будут все. Вы знаете это? О, не все, не все сейчас исповедуют Его Господом. У них Иегова, Яхва. Но они будут исповедовать Его Господом. Все. И сказано, что у Бога нет. Скажи, мой Бог вечен. Двадцатый стих. Хорошо. Мы сейчас будем подходить к чему-то, чтобы Бог, Он учит нас, правда, Он проводит нас через это для того, чтобы мы были такими, как Он. Правда? Он хочет, чтобы мы были такими, как Он, чтобы мы не сомневались в том, что Он говорит, не сомневались в Его слове, в Его откровении, не сомневались. Двадцатый стих. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держись верой. Когда на тебя не работает переменная, никогда ты видишь беду и проблему, когда ты веришь в Того. слушай внимательно. Вера, она тебя стимулирует. Слушайте, если я уже знаю, что у этого произошло так, легко верить. Ну, есть легкая вера, а есть сложная вера. Сложная вера, это когда невозможно, чтобы пришло благословение, исцеление, освобождение, что это уже невозможно. Вы знаете, вера, она делает невозможные вещи. Я спасение Израиля. Если он говорит, что весь Израиль, послушай внимательно, я хочу, чтобы ты поверил этому, что твоя жизнь, она в руке Божьей. и то, что тебе невозможно, поверь Ему. Поверь Ему. Просто доверься в Его Слово. Некоторые сегодня не могут доверить свою семью, не могут доверить свой дом, не могут доверить свой бизнес, работу. Оно говорит, это невозможно, если я не сделаю. Но бывает, надо отпустить что-то и сказать, Господь, это Твое. И когда ты доверяешь это Богу, вы знаете, Он неизменен. Он сказал, я благословлю, я благословлю, я дам, я восполню твои нужды, даже если у тебя нет сил, у тебя нет возможностей, у тебя нет знаний, нет мудрости, как это решить, потому что это не ты делаешь, а Его Слово. Он неизменен. Итак, видишь благость Господа и строгость к отпадшим, в благость к тебе, если пребудешь в благодати Божией, иначе будешь отсечен. И вот, очень важно, это 22-й можешь открыть, 22-й стих. Будешь отсечен, бывают люди, отсечены через, я перескакиваю, потому что я уже спешу, будешь отсечен. Отсечение происходит из-за того, что не верят в то, что Бог всемогущий, Его Слово верно. Перестань мыслить, как этот мир. Бог везде, но Он придет за церковью, за телом Своим. Бог везде, и служить мы можем Ему везде, но не разрушай жертвенники Его. Бог везде, но научись, что у Него нету переменных, и Он не изменяется. И то, что Он сказал, это да и аминь. Если в твоей жизни что-то происходит сегодня, что-то идет не так, слушай внимательно, значит, ты должен пройти через испытание и сказать, я верю тому, что я верю, то, что мой Бог всемогущий, потому что Он решит мою проблему. И если же не решит, я все равно буду верить. И Он воскресит меня из мертвых, поставит перед собой и сделает так, потому что я Ему верю. Вы знаете, когда ты начинаешь верить, твоя жизнь преображается, все вокруг становится другим. Илья, который боялся своей тени, поговорив с Богом, бежал от из-за вели женщины, которая просто испугала его, просто испугала. поговорив с Богом, вспоминает, что Он всемогущий, что Он тот, который неизменен, который не меняет свое решение, не меняет то, что Он начал делать. Он совершал спасение, и Он будет совершать это спасение. И вы знаете, Он берет свой посох, Он берет свою милость и идет продолжать делать свое дело, а Он бежал. До этого Он страшился, Он боялся. У кого из вас болезнь, которой вы боитесь, и бегаете, начни делать дело Божие обратно. Кто-то начинает бояться, знаете, у них денег нет, все пропало, начни делать дело Божие. твои страхи, они не мотивированы Богом, они от дьявола. У кого-то страх, семья распадается, все, надо что-то делать. Чем больше семью провожу, тем больше ссорюсь. Служи Богу. Слушай внимательно, когда ты начинаешь служить Богу, когда ты начинаешь действовать, идти, исполнять волю Божию, ты знаешь, что Бог устроит твою жизнь, семью, все, что есть вокруг тебя. Служи Ему. Илья знает, что Бог теперь все устроит. Он идет, помазывает Елисея вместо себя пророки, рассказывает одному царю, что он станет царем, выливает на него Елей. на второго выливает Елей помазание, чтобы он был помазанным царем. И идет, и исполняет дело. Он пророк, который должен исполнить волю Божью. Ты, пророк Божий, должен исполнять волю Божью. Вы, род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в его дело, дабы возвещать совершенство, призывающее вас из тьмы в чудный свой свет. Хватит, хватит ныть и плакать, что у вас что-то не получается, потому что все устроил Бог. И эти проблемы, которые есть, может быть, и это не проблемы, ты просто прийди к нему на гору и спроси, Господи, что не так, и делай дело Божье. Вы понимаете, что у него нету переменных? Если он тебя избрал в служение, он не отрекается. Он не отрекается. Отрублен тот, кто сам себя отрубил, кто сам ушел. я не ушел, я здесь. Будь внимателен. Бог исполнит то, что он обещал, даже если это я не чувствую. И на это у меня нет сил, способностей, мудрости, откровения, силы. мой Бог всемогущий Бог. Твой Бог всемогущий Бог. И у нас есть сила противостать дьяволу, противостать ему. Скажи, противостань. Противостань. Аллилуйя. Слушай, если ты воюешь с церковью, перестань разрушать жертвенники здесь, в голове. Бог везде. Знаешь, кто-то говорит тому, кто выгодно, чтоб ты не был возле жертвенника и служил ему. Царственное священство, народ святой, люди взяты, люди. Слушай, ему выгодно, чтобы ты был блуждающим духом, как он. Знаете, есть блуждающие, они ничего не делают, суетятся. Библия говорит, надо таких даже на замечания ставить. Будьте внимательны. Почему? Потому что они приводят к очень неправильным вещам. И я, Наташа, и мы сейчас что-то сделаем. Каждому из вас нужен Иисус, нужна поддержка. Каждому из вас нужно вспомнить, что Он всемогущий. Каждому из нас нужен Он, который может несравненно больше, о чем мы думаем и о чем мы помышляем. Мой Бог, Он не изменен. Повторяю это, когда тебе будет тяжело, когда тебе будет сложно, Он не изменен. Он не изменяет. Он не женщина, не мужчина, Он не изменен. Он Бог, который может все. У Него нету ни тени перемен, у Него нету изменений. Если Он сказал, это Он исполнит. Послушай, я должен стоять на этом. Даже если я это не чувствую, и даже не вижу этого сейчас, мой дом будет спасен. Мой дом будет служить Богу. Субтитры Субтитры